Катя, а Катя, а пойдем на каникулах куда-нибудь сходим? С горки на латрушки покатаемся. О, или на каток, а? Хорошо, Валера, на каникулах созвонимся. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Ребята, как вы все знаете, осталось совсем немного до Нового года. Да, поэтому сегодня мы попытаемся с вами нарисовать Дедушку Мороза. Ведь именно этот новогодний волшебник творит чудеса. Ха-ха, да что вы такое говорите, Дед Мороза же не бывает. Ха-ха, у нас папа постоянно переодевается и думает, я его не замечу. Ха-ха, приходит такой, здравствуй, здравствуй, Валера, вел ты себя целый год плохо. Ха-ха, конечно, он все знает, это ведь мой папа. Ха-ха, а вот и бывает, Дед Мороз. Я тоже думаю, что бывает, мама с папой были против Плейстейшн, а Дед Мороз мне принес, вот так. Валера, конечно, чудеса на Новый год случаются. И зимний волшебник Дедушка Мороз еще как бывает. Напиши Дедушке Морозу свое желание. И увидишь, оно обязательно исполнится, честно-честно. Давайте не будем отвлекаться, я раздам всем листочки и попытаемся нарисовать нашего новогоднего волшебника. Валера, Катя, Тимми, Еви и Челси. Ну что, ребята, берем в руки фломастеры и рисуем вот три такие фигуры. Если Дед Мороз бывает, почему учительница не попросила у него на Новый год стать абсолютно здоровой и не ездить больше на этой инвалидной коляске? Ну вот, отличный Дедушка Мороз, с посохом волшебным. Понял, Валера, волшебным посохом. А вот и мой Дедушка Мороз. Мне кажется, он очень, очень добрый, поэтому я нарисовала ему очень доброе лицо. А я вот плохо умею рисовать, поэтому нарисовал то, что смог. Вот мой Дедушка Мороз. Еви, молодец, очень красиво. Валера, ну это разве тот Дед Мороз, которого мы рисовали? Может, еще раз попробуешь, а? Да не буду я его рисовать, я же сказал, его нет. Как можно нарисовать то, чего нет? Ну ладно, Валера, как хочешь. Катя, Тимми. Дедушка Мороз, Дедушка Мороз, а ты можешь сделать так, чтобы наша учительница смогла ходить, а? Дедушка Мороз, ну, докажи мне, что ты есть. Помоги учительнице. Папа, я пришел. Где там мое письмо Дедушке Морозу? И раз все утверждают, что Дед Мороз все-таки есть, даже учительница, она же взрослая, она должна точно знать. Да я решил пожелать того, чтобы наша учительница смогла ходить. Я, конечно, сначала попросил вертолет, но это, я думаю, важнее. Итак, Дедушка Мороз, я хочу, чтобы наша учительница выздоровела и смогла ходить своими ногами и выкинула эту коляску. Валера, привет, как дела в школе? Э, нормально, пап. А что, что ты там прячешь, покажи. Пап, не подсматривай, я это, пишу письмо Дедушке Морозу, свое новогоднее желание. Но ты же вроде сказал, что попросил у Дедушки Мороза вертолет. А я это, уже передумал. Письмо же Дедушка еще не забрал, значит еще можно. Валера, а не хотел бы ты сходить поужинать? У меня все готово. Да, конечно, пап, пойду перекушу что-нибудь. И что же он там понаписал? Хочу, чтобы учительница наша встала на ноги и выкинула инвалидную коляску. Здравствуйте, ребята. Сегодня урок рисования проведу у вас я. Так, на прошлом уроке, я смотрю, вы рисовали Дедушку Мороза. А давайте на этом уроке сегодня нарисуем елочку красавицу, украшенную игрушками, гирляндами, хлопушками. Все согласны? Светлана Александровна, а подскажите, а где наша учительница рисования? Валера, ваша учительница в больнице. Как в больнице? Ой, а этого я, Валера, не знаю. Нам позвонили, сказали, что она в больнице, поэтому рисование буду вести я. Это как это в больнице? Я попросила у Дедушки Мороза, чтобы она, значит, выздоровела, а она, значит, наоборот, заболела? Это что за дедушка такой? Это что за чудеса чудесные? А? Вот так и верь. Говорил я, не бывает Деда Мороза. Лучше вообще ничего не писал. Может, учительница в больнице не попала? Валера, а что с тобой? Ты плачешь? Нет, учительница, мне что-то в глаз попало. Можно я выйду, умоюсь, а? Конечно, Валера, только недолго, хорошо? И где это письмо? Я его сейчас разорву и выкину. Дедушка Мороз, Дедушка Мороз. А где мое письмо? Я хоть правильно это все написал-то? Я написал, хочу, чтобы учительница была здорова и выкинула свою коляску. Вроде все правильно написал. А может, это неправильно? Может, это я во всем виноват, что учительница в больнице попала? Что я натворил? Валерка, ты что, уже пришел? А что молчишь? Ты что, спишь? Устала, что ли, в школе? Ты что, плачешь, что ли? Валера, немедленно расскажи, что случилось? Ничего не случилось. Я сплю. Давай, 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 рассказывай. Может, я смогу тебе чем-нибудь помочь. Ага, один уже помог. Папа, я написал Дедушке Морозу, что хочу, чтобы наша учительница, на которой ездит на кресле, у которой не ходят ноги, чтобы она была здоровая и выкинула, наконец, свою коляску. А сегодня я пришел на урок. А ее вообще нету, понимаешь? Мне сказали, что она в больнице. То есть, она еще и заболела, либо и стала еще хуже? Что это за Дедушка Мороз, который совсем неправильно меня понял? Теперь я в этом виноват. Валера, Валера, успокойся, успокойся, все будет хорошо. Я уверен, что ничего страшного не произошло. Больница же не только болеет, но и выздоравливает. Может, у нее плановый осмотр какой, или еще что. А ты так расстроился. Это просто совпадение. Ой, точно. Это же, может быть, просто ей надо было туда идти по какую-нибудь графику. Папа, спасибо. А я уже это, фу. Может, все нормально, и завтра она уже будет у нас на уроке. Спасибо, папа. Да не за что, Валера. Ложись спать. Утро вечера мудренее. Катя, Катя, ты не знаешь, сегодня какая учительница у нас будет по рисованию, а? Не, Валерка, не знаю. Ой, слышишь шаги? По-моему, она идет. Эх, ну раз идет, значит, это не наша учительница по рисованию. Наша бы ехала. Значит, ничего и не произошло. А может быть, наоборот, что-то случилось. Ох, Валерка, смотри. Мне покажите. Ох, что там? Ого. Здравствуйте, ребята. Всем здравствуйте. Я очень рада опять вас всех видеть. Сегодня у нас... Катя, Катя, ты видела? Она идет. Идет. Идет сама. Ногами. Без коляски. Здравствуйте. Мы очень рады вас видеть. Ого. Вы видели? По-моему, наши учительницы поставили протез на ногу. И теперь она может ходить, а не ездить на коляске. Здорово. Вот это действительно чудо. Да, Тимми. Да, ребята. Вы, наверное, заметили? Я сегодня без коляски. Я сегодня на протезе. Меня не было с вами неделю. Мне провели несколько операций. И теперь я могу ходить сама. Самостоятельно. А не пользоваться коляской. Есть, Дедушка Мороз. Значит, есть, Дедушка. Ура. Не зря я ему письмо написал. Он меня... Он меня услышал. Что? Валерка, ты писал письмо, чтобы наша учительница выздоровела? И она смогла ходить? Никогда бы такого не подумала. Ах, так вот, значит, кого мне нужно благодарить. Эту операцию я очень долго ждала. И тут на днях мне позвонили. И сказали, можно приезжать. И все сделали. Спасибо тебе, Валера. Я же говорила, чудеса случаются, если в них верить. Поэтому сегодня давайте нарисуем чудо. То, что вы представляете чудом. Как вы его представляете? Как вы его видите? Давайте рисуем в свободной форме. Оценки заранее всем пятерки. Но постарайтесь, пожалуйста. Чудо у каждого свое. Ну что, ребята, девочки и мальчики. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал Дарья Нелка ТВ. И смотрите новые видео. Пока-пока. Новогодние чудеса случаются. И эта коляска мне больше не нужна. Интересно, а если я попрошу учительницы на этой коляске покататься, это будет нормально или нет? Ну она же как бы уже здорова. Коляска ей не нужна. Учительница! Что, Тимми? Детский канал Дарья Нелка ТВ представляет. Подпишись на канал Дарья Нелка. Смотри мультики с нами. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин